В Фокино завершена приемка школ и детских садов к новому учебному году. Инспекцией проверено 8 общеобразовательных школ, 7 дошкольных муниципальных заведений и 3 учреждения дополнительного образования. Об итогах проверки наш следующий материал. Проверка готовности образовательных учреждений городского округа к новому учебному году началась 12 августа. В составе приемной комиссии представители управления образования, ответственных ведомств, городских служб безопасности. Социальные объекты посещали по заранее утвержденному графику. Вслед за общеобразовательными школами проверяющие побывали в детских дошкольных учреждениях. Первый адрес посещения – детский сад «Родничок». Основная цель проверки – убедиться, достаточно ли безопасно и комфортно маленьким фокинцам в стенах дошкольного учреждения. Насколько защищены дети с экологической, санитарной, антитеррористической точки зрения. Здесь нет мелочей. Инспекторы обследуют буквально каждый метр внутренних помещений, прилегающую территорию. Осматривают спальни, игровые комнаты, санузлы, подсобные помещения. С особым пристрастием проверяют состояние пищеблока, работу холодильного и технологического оборудования. Контроль за качеством питания ребятишек на первом месте. Впрочем, шеф-повар «Родничка» Людмила Токаренко за свое хозяйство спокойна. У нее на кухне все на отлично. Все нормально, дети не жалуются. Не знаю, родители тоже приходят, все говорят, хотят к нам прийти, посмотреть, как мы готовим. Мы, конечно, определенные дни это все позволяют. Как тесто заводим, как там, что все. Ну, все удозволено к нормам. Специалист-эксперт ФБР России Ольга Кестер участвует в приемке школы детских садов более десятка лет. По ее словам, сейчас требования, предъявляемые к образовательным учреждениям, заметно ужесточились. Тем не менее, педагогические коллективы фокинских школ и детских садов стараются выполнять все необходимое в срок и на должном уровне. С чем справляются, по оценке экспертов, вполне успешно. Из восьми общеобразовательных школ с первого предъявления не принята лишь одна. Я хочу отметить отличную работу следующих школ. Это школа номер 251, школа 256, вечерняя школа, гимназия номер 259 и 253 школа, поселок Дунай. Я хочу отметить коллективу очень за хорошую работу. Хочется отметить коллектив за отличную работу и сказать искренне им спасибо. В этот день комиссия побывала с инспекцией также в детских садах на востройках городского округа. Светлячок и морячок были введены в эксплуатацию один за другим в течение последнего года. Казалось, можно бы и не проверять недавно принятые объекты, однако правила общие для всех. Директор детского садика номер 3 Ирина Николаева хоть и волнуется, но за свой коллектив спокойно. Уверена, что проверку пройдут достойно. Мы сдались 3 марта, а детей с 1 июля начали набирать. То есть с 1 июля только дети у вас начали ходить? Да, только начали ходить. На сегодня 90 детей в саду. Подготовка и проверка образовательных учреждений к новому учебному году – процедура ежегодная. Но к ней невозможно привыкнуть. Каждый раз взрослые словно держат ответственный экзамен, так как от качества приемки напрямую зависит самое дорогое для каждого из нас – жизнь наших детей. Результат проверки показал, что фокинские родители могут быть спокойны. Проверку на сегодняшний день прошли все детские сады города. К большинству из них серьезных претензий нет. Хочется отметить отличную работу детский садик «Родничок» и детский садик номер 2. В других детских садах мы выявили замечания, но они не создают угрозу для жизни и здоровья детей, но у них запланирован переконтроль. Мы их открываем, но не с первого предъявления. Редактор субтитров А.Семкин